Мы являемся организаторами этого мероприятия, это круглый стол на основе европейской программы, которая проводит Erasmus+. Мы присутствовали на тренинге в декабре месяце в Чехии, там присутствовало 11 стран, 22 участника. Тема была предотвращение радикализации в обществе. Мы сейчас будем говорить практически не о радикализме, потому что это вопрос очень обширный, и мы будем говорить о стереотипах нашего общества к другим национальностям, какие есть у нас стереотипы. Потому что это является одним из факторов зарождения радикализма, терроризма и так далее. То есть мы будем говорить о более ранних таких зарождениях неприязни, ненависти и всего остального. Как мы можем дружить, как мы можем сотрудничать с другими национальностями, в какой сфере, как изучать культуру. У нас порядка 20-25 участников с различных стран, представителей различных стран национальностей. Это и Узбекистан, и Армения, и Грузия, и Польша, скорее всего, должна быть, обещала. Ну и, соответственно, Украина, Израиль будет, Туркменистан, Таджикистан. В общем, те национальности, которые, в принципе, в большем количестве представлены у нас в Харькове. Практическая цель. Мы хотим обсудить, есть ли какие-то, они в любом случае есть, какие есть стереотипы о других национальностях, о других странах у наших людей, у наших жителей города Украины. И потом попытаться найти решение, чтобы разрушить эти стереотипы. То есть какой-то один-два человека создала действительно стереотип уже давно, или там группа людей. И теперь эти стереотипы сидят у нас в головах и мешают нам просто объективно общаться с людьми, объективно сотрудничать, объективно дружить. Я представляю сегодня, сегодняшнее мероприятие Республика Узбекистан. Дело в том, что все, много, большинство проблем, вот в Харькове, которые приезжают, получат образование. Я думаю, это все зависит от адаптации. Многие люди, потому что это уже страна, уже другие законы. Студенты многие сами себе, сложно будет их адаптироваться, вот, да, в учебном процессе или в обычной жизни, ну, послеучебной. Мы стараемся сейчас работать с молодежной политикой, чтобы им помогать. Помогать, чтобы они адаптировались, чтобы им рассказывать, и чтобы они поняли, где они, как себя вести, и как поступать, как общаться. Потому что, насколько я знаю, уже 4 года живу в этом городе, и тут вот толерантный город, и толерантные люди, адекватные люди живут. Мы должны как-то связаться и общаться дружно, поддерживать друг друга. Многие есть диаспоры, но у них молодежный сектор нет, с молодежью не работает диаспора. Мы сейчас предлагаем разных диаспор, чтобы они тоже поддерживали молодежь, которые, вот, приезжие молодежь, чтобы в дальнейшем у них не было проблемы. В прошлом году, в декабре, мы стали участниками и представителями Украины на европейском тренинге «Путеррасмус плюс» в Чехии, где присутствовало 11 стран, 22 участника. Тема этого тренинга была – это предотвращение радикализации общества в молодежи. Почему мы сейчас задумали такое слово? Потому что, в принципе, этот тренинг, который проходил в Чехии, подразумевал собой давнейшее развитие этой программы, это целая программа европейская от организации «Расмус плюс». И вот мы сейчас задумали такой круглый стол, чтобы обсудить часть этой программы, что такое вообще радикализация общества, мы, скажем, в общих чертах, потому что это очень глобальная тема. Мы хотим поговорить на такую тему, как стереотипы у молодежи, у жителей Украины, в том числе Харькова, к другим национальностям, к другим представителям их стран. От чего, в принципе, и зарождается. То есть сначала у нас есть стереотипы, сложившиеся в обществе, потом у нас зарождается дискриминация или ненависть, в дальнейшем уже радикализация, радикальность, радикальные действия и теоризм. Но мы поговорим о начальных таких этапах, где можно, в принципе, ограничиться сотрудничеством, ограничиться общими делами, обменом культурой и так далее, и так далее. Вот. Сейчас краткий такой обзор о том, что было в Чехии и что такое радикализация, радикализм в целом. Это общепринятый взгляд европейских и наших учёных, что первая стадия, почему человек приходит в радикальное направление, это лишение бедности, социальное нерависть, низкий уровень жизни, собственная нереализация. Если мы говорим, допустим, о проблемах межнациональных, то очень часто, когда человек сам не реализован, неважно, в какой национальности, он начинает цепляться к другим людям, которые реализованы, пользуясь какими-то стереотипами. Вот это, к слову, стереотипы. Неудовлетворённость — это следующий этап. То есть, да, мы лишены чего-то, нам чего-то не хватает, нам не комфортно жить. Мы неудовлетворены этим. Начинается внутренний кризис определённый, который приводит к протесту. Возникновение протеста подразумевает по собой выход из ситуации. Когда человек протестует, он ищет единомышленников. Я не хочу протестовать один. Возникновение вопросов, на которых будет искать решение. И уже четвёртая стадия у нас возникает радикализм, когда он уже нашёл единомышленников, которые смотрят на ситуацию точно так же установлен правильным. И следующая стадия — это террорист. То есть, компромиссные действия причинения насилия. Очень важно, очень многие люди путают радикализм и террорист. Террорист — это когда было уже причинено насильственное действие. Если человек ничего насильственного не сделал, но очень много об этом разговаривает, он не террорист. Мы не можем ему ничего взять. Он просто радикально-настренный человек. Дальше слово это дело не будет. Очень важно это не путать. Точно так же, как и экстремизм. Это не терроризм. Это ещё мы ничего не сделали. Мы только чешем языками. Диванные войска, так называемые наши. Идём дальше. Следующее. Почему общественные государственные организации проигрывают в выборе человека между ними и радикально настроенными организациями? Это краткая подборка. Мы изучали мнение реальных участников разных радикально настроенных организаций из Америки, из Исландии, слушали мнения тех людей, которые вернулись обратно из радикально настроенных организаций. И в принципе, всё достаточно понятно. Доступность. Ты не такой, как все. Ты хочешь попротестовать. Иди к нам. Отлично. То есть, да, у тебя может быть не быть денег, ты можешь не иметь статуса, ты можешь не иметь работы, ты можешь быть вообще никем. Но иди к нам. То есть, ты можешь проявить себя. Следующее. Это высокий уровень коммуникации с подобными организациями по всему миру. Это вам может сказать любой человек, который, если у вас будет возможность пообщаться радикально настроенный, они действительно очень быстро коммуницируются между собой. Не так, как мы. Я, допустим, к своему сожалению, могу не знать, что очень много общественных организаций, работающих в сфере той же предотвращения радикализма, не то что по миру, а на территории Украины. В отличие от радикально настроенных организаций, которые все зачастую друг друга знают, у них есть единый центр управления, они быстро коммуницируются, они знают, что такое соцсети, в отличие от нашего, допустим, государства, которое, допустим, недооценивает прослойку молодежи. Дальше идем. Принадлежность класса в группе, что немаловажно. Любой человек хочет принадлежать классу в группе. Он не хочет находиться никем. То есть нужно обязательно классифицировать, кто я, где я нахожусь. Единомышленники. Быстрая самореализация. Я вышел на площадь, я прокричала «ЭГЭЙ», «Я молодец, я герой, классный, я самореализовался». Ничего не нужно. Ни денег, ничего. Единомышленники – это то, что я говорю. Единомышленники не в плане классификации, что я принадлежу в группе. Единомышленники в плане, что я не один такой. Я так думаю, я не один так думаю. Это хорошо, что я не один. Субнимация, неодиноправность и тому подобное. И со всех, как бы ни казалось, больших причин, по которым социальные, государственные организации, такие вот, как мы, допустим, проигрывают радикалисты, радикально настроенные организации, это исчезнет самоуверенность. К сожалению, так сложилось, что государство считает, что та система, которая существует, и способы коммуникации между разными организациями, государственными и общественными, они общаются между собой и так достаточно хорошо, и все и так у нас прекрасно, и не хотят менять ни подходы, ни мировоззрение, ни что-либо. Они не действуют новыми какими-то вещами. Вы прекрасно знаете, что сейчас эра маркетинга. Мы все покупаемся, мы все продаемся, и, к сожалению, радикально настроенные организации используют технологии все-таки продвижения себя как по современным методикам маркетинга. Они продают себя, как бы там ни было. А наше государство, к сожалению, продается, но продавать хорошо себя, презентовать, продавать себя как государство, придите ко мне, давайте будем вместе работать, не умеет, и хуже всего, из высшей самоуверенности, не хочет учиться этому. И следующая проблема, причем я говорил, это отсутствие коммуникации. Почему мы здесь с вами собрались? Мне бы хотелось сделать много хорошего, но мне некуда зайти в интернет или еще куда-то. То есть вот, эротехнологии современных, но при этом коммуникации нет, мне не с кем объединиться, я не знаю, где кого искать, чтобы сделать что-то совместно. Мы здесь по этому поводу собрались, будем пробовать налаживать, помнить, цель в отца. И дальше на более единственные методы, которые мы можем предложить предотвращение радикализации общества. Нужно понимать, что когда я показывала стадию развития перехода радикализма к терроризму или стадию развития вот этого радикализма, я не могу работать, как психолог, допустим, с радикально настроенным человеком, да, то есть потому что это скорее уже будет работа психотерапевта в некоторых ситуациях, не всегда компетентно. но я могу работать с человеком, который находится на предыдущей стадии, на стадии неудовлетворенности, на стадии протеста, еще чего-то. То есть наша задача пока с тем, что мы имеем, у нас нет ни финансовой возможности, ни такой структуры, которая бы предотвращала уже конечные стадии, но мы можем поймать молодежь на начальной стадии. Это самое простое, что сейчас реально сделают. Для того, чтобы это сделать, у нас есть две простых финансово-незатратных возможностей. Первый метод, это удобно активность, вот все, что мы делаем, выходя из дома, чем мы занимаемся, за дверью нашего дома, да? То есть, когда я говорю, это я подразумеваю не спортзал, когда мы платим много денег, мы пришли, позанимались, да? А такие занятия, как воркаут, фестивали, все остальное, когда ты приходишь, каждый человек может поучаствовать, пробежать 3 километра марафона, потому что он бесплатный, каждый человек может пойти на площадку воркаута, позанимался воркаутом, у нас есть люди, которые показывают, как это делать бесплатно, то есть, мы говорим о ударах активности, которая позволяет ведем участие там бесплатно, сублимироваться, знакомиться, находить принадлежность к классу, то есть, мы пытаемся заменить все те пункты, по которым работают радикально настроенные организации, вместо них, то есть, переключиться, работа их же, орудия, ждем доступность, принадлежность к классу, я бегун, спортсмен, я не знаю, творец, еще что-то, да? И, соответственно, следующая форма метода, которой мы можем предотвращать раликализм, это неформальное образование, это то, собственно говоря, чем мы с вами сегодня занимаемся, это тренинг, круглый стол и семинар, почему неформальное образование, а не государственное? Потому что неформальное образование по собой подразумевает удобное не вне время, по большому счету, а время тем, кто хочет обучаться, выбирается в удобное время для всех, кто хотел прийти на тренинг, выбирается удобное помещение для тех, кто хотел бы прийти позаниматься. Допустим, мы не так давно ездили в Нальчик, в Кабардино-Балкаре, тоже у нас там был круглый стол, и мы разговаривали о том, что мусульманские женщины, даже если бы им сильно хотелось заниматься йогой, не делали бы это в помещении, на тритом воздухе, на пикнике, как сейчас модно. И что если вы хотите заниматься какой-то такой новшествами, нужно быть в курсе особенностей национальных того народа, кому ты что-то предлагаешь, да? То есть, соответственно, неформальное образование подразумевает под собой, понять, что нужно человеку, индивидуальный подход, и подойти к нему так, как нужно человеку, а не сказать, я вот здесь, приходи ко мне, пока у меня есть время. Итак, оно пошло, дай тихо, я сейчас подниму, уйду, когда ты придешь, да? Вот, это то, чем мы занимаемся, по сути, наша организация пытается в меру своих сил, заниматься и развитием многоактивности, и развитием неформального образования. Это примерно вот краткая презентация того, чем же мы занимаемся, и хотелось бы подвести к стереотипам. Почему стереотипы? Я объясню. Ну вот когда человек не удовлетворен, у него уже пошла зашоренность, и уже есть намеки, отсутствие критического мышления какого-то, да? Тут как раз и возникают стереотипы, стереотипы по отношению к другим национальностям, очень много. Харьков действительно межнациональный город, это 100%. Я, в принципе, хотелось бы наладить связь и подумать вместе, возможно, есть какие-то вещи, о которых мы не знаем. То есть мы пытаемся с чем-то бороться, о чем мы не знаем с точки зрения вас. Хотелось бы услышать друг друга, познакомиться, немножечко рассказать о друг друге, прийти к какому-то общему... Это понятно, что мы не решим сегодня вопрос радикализма, а более того, радикализм во всем мире, да? Но, возможно, мы придумаем какой-то или проект, или ряд проектов, маленьких. Возможно, мы не излечим людей, настроенных радикально на последней стадии, но, может быть, мы завлечим несколько молодых человек, которые не знают, если по какому классу они принадлежат, где им побыть. Они, может быть, не знают, что можно прийти в другую общину, не только у нас, что есть другая община, которых тоже примет и скажет, какие ребята, приходите к нам тренироваться, приходите общаться, это тоже можно. Поэтому давайте будем знакомиться, обсуждать и начинать какую-то работу. Участвовало в голосовании 4600 человек. Вопрос был таков. Как вы относитесь к представителям других национальностей? И у нас было 4 варианта ответа. Позитивно, негативно, радикально и нейтрально. Много было комментариев, конечно, под этим постом, но в целом процентовка у нас такая. Позитивно относится 19,3% людей, негативно относится 18,5% людей, радикально настроено 4,2%, нейтрально 58%. Продолжение следует... ... ... Продолжение следует...